Беларусь готова к отопительному сезону. Ремонтные работы проведены на всех видах электротехнического оборудования. Также под реконструкцию попали теплотрассы и газопроводы. В первую очередь батареи станут жарче в соцобъектах. Это детские сады, школы и больницы. Следующие на очереди жилые помещения и только после производственные здания. Четверо белорусских пловцов допущены к участию в международных соревнованиях. В список вошли Алина Змушко, Анастасия Шкурдай, Анастасия Кулешова и Илья Шиманович. Атлетам разрешаются участвовать исключительно в индивидуальных дисциплинах. Представлять страну они будут в нейтральном статусе. 3 октября в Выбруйском районе пройдут плановые профилактические работы на радиотелевизионном центре. С 9.15 утра до 3 часов дня вещание всех эфирных станций будет отключено. Кабельное и интерактивное ТВ останутся доступными. Вещание может восстановиться раньше указанного срока при условии выполнения досрочных работ. В Кировском районе за незаконную рыбалку задержали двух мужчин. Они доставали добычу при помощи запрещенных орудий. В сумме любителей выловили около 180 особей весом более 25 килограмм. Вред, причиненный окружающей среде, более 165 базовых величин. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела. В Беларуси до конца года продлили 10-процентные скидки на товары первой необходимости для уязвимых категорий населения. С января 2022 года было активировано под 2 миллиона социальных карт. За это время сумма уже предоставленных преференций – 41 миллион рублей. В числе тех, кто может получить товар по акции – многодетные, пенсионеры, люди с инвалидностью и малообеспеченные. Продолжение следует...